Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. В ответе за свет. Перебой с электроэнергией – один из главных вопросов, который обсуждался на встрече координаторов ТОС и энергетиков. Подарок к Дню археолога. К сегодняшнему празднику в музее Горгипи открылась выставка с уникальными артефактами. Знай наших. Прославленный анапский спортсмен Анатолий Шевченко завоевал бронзу на чемпионате мира под дзюдо. Сегодня в администрации прошла общегородская планерка. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков собрал на совещании руководителей всех городских служб, предприятий и территориальных отделов федеральных ведомств. В планерном совещании приняли участие руководители отдела МВД по городу-курорту. Криминогенную обстановку стражи порядка охарактеризовали как стабильную. Привели статистику за 7 месяцев текущего года. Совершено меньше тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не допущено преступлений на межнациональной и этнической почве, а также с использованием оружия и взрывчатых веществ. Помощь городских властей необходима в организации двух дополнительных участковых пунктов. Вот эти два помещения, которые нам надо выделить, это только на летний, на курортный сезон, или это планируется на круглогодичной основе? Одно помещение в Чеконе, это, соответственно, круглогодичный летний, что касается конечного проспекта, я думаю, там тоже, в общем-то, на круглогодичный необходимо делать, потому что каждый год передислоцироваться, менять место, где будут находиться участковые, это как бы все равно будет нести определенные осложнения на работу. Граждане привыкают к одному месту, и мы там сможем оборудовать, провести какие-то капитальные ремонты, вот, люди уже будут знать. Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года – задача, от выполнения которой зависит имидж всей страны. Естественно, что и спрос серьезный. На муниципалитете – ответственность за благоустройство маршрутов передвижения команд-участниц. Юрий Григорьевич, вы занимаетесь? Да, совместно выезжали, объехали, по четыре маршрута. Ну, объехали, дальше что? Есть замечания, предложения, дальше что? Объехали, замечали, с управлением архитектуры, сейчас будем разрабатывать вам благоустройство, значит, мы будем проводить, а сменчиво, мы будем, соответственно, выходить на сессию. Юрий Поляков вновь напомнил, его не устраивает неопределенность в сроках и ответственных, и дал указание до конца недели предоставить план мероприятий. Сергей Алексеевич, казачьи ЧОПы, школы должны охранять, на каком этапе, где мы там находимся? Значит, Юрий Федорович, на данный момент у нас всего все объектов социальных 109, значит, охраной занято у нас ЧОПом и Заулой МВАР, 70 объектов социальных. Поручение губернатора имеет срок, оставшиеся 30 объектов также должны быть под охраной казаков. Олег Костенко курирует санаторно-курортный комплекс. Основными он назвал такие задачи, как уборка пляжных территорий, их освобождение от незаконных, некапитальных конструкций и выявление гостевых домов, зарегистрированных, как ИЖС, и таким образом уходящих от уплаты налогов. Исполняющего обязанности главы интересовало, какие меры приняты в отношении недобросовестных предпринимателей. Мы еженедельно выявляем, я отчитываюсь, еженедельно направляем информацию в Росрегистр, в налоговую, правоохранительные органы и муниципальные контроли, ресурсы снабжающей организации. Искомый результат – вывод коммерческих объектов из тени. Юрий Поляков ждет отчет с конкретными сведениями. Ханапским предпринимателям рассказали, как подобрать оптимальную систему налогообложения. Бесплатная, при этом по отзывам представителей бизнеса, информативная лекция прошла в конференц-зале санатория «Анапа-Океан». Ее организовало Управление экономики и инвестиций городской администрации. Обучение предпринимателей проводили Южный инновационный консалтинговый центр и уполномоченный представитель налогоплательщиков Краснодарского края Веры Серенко. Она поделилась с анапчанами самой актуальной информацией о применении спецрежимов уплаты налогов, а также сокращении сдержек с использованием электронных сервисов. Желающие получили консультации бизнес-тренера. Занятия длились 4 часа. Каждый слушатель получил именной сертификат. То, что нас приглашают на эти семинары, это всегда плюс для нас, потому что есть такие нюансы по налогам, по каким-то там отчетам, и нас это всегда учит правильно подойти, как это правильно сделать. Этот семинар является первым в череде нескольких семинаров, которые мы планируем организовать до конца года, поэтому приглашаем всех предпринимателей, как начинающих, так и тех, которые давно уже в бизнесе, в наш Центр поддержки предпринимательства, который расположен в администрации в 310 кабинете, за записью на дальнейшие семинары, также за предложением различных тем для обсуждения. Исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков провел встречу координаторов территориального общественного самоуправления и представителей энергопредприятий, чтобы те напрямую объясняли анапчанам, чем вызваны перебои в подаче света в разгар курортного сезона. Исполняющий обязанности главы города Юрий Поляков потребовал ответа от руководителей предприятий, поставляющих электроэнергию города-району и внесших в их рабочий график последние дни бесконечную череду отключений. Просто невозможно работать, когда постоянно идут отключения света. Мы сегодня с вами говорим о том, что курорт должен развиваться, мы должны вот так делать, мы должны обогнать Турцию, к нам должны ехать, ну простите меня, я же не в состоянии, я же не на рубильнике сижу, у меня в день тысяча звонков происходит, постоянно мы говорим о том, что у нас нет света, мы живем в 21 веке. Ну так не может просто дальше быть. Подтверждение Юрий Поляков привел цифр продолжительности отключений. Они вопиющие. Замдиректора филиала НЭСК электросети Левлаухин объяснял ситуацию. Чем обусловлена, опять повторяю, длительность. Поиск места повреждения занимает час-два, раскопка час, вырезание, значит, поврежденного места кабеля и изготовление вставки с двумя муфтами. Каждая муфта делается три часа, два кабельщика делают три часа. За счет этого происходит, ну вот такие вот длительные отключения, бывают до десяти часов. Исполняющий обязанности главы города рекомендовал энергетикам жестче реагировать на нарушителей энергопотребления. Тот, который оплатил в бюджет, который выиграл торги, у него от нас есть письмо к вам с адресами, что надо подключить. Остальные все просто обрежьте им все. Пойдите обрежьте. Никто же не идет, не обрезает ничего. Еще одна серьезная претензия Юрия Полякова. Людей не уведомляют о плановых отключениях. Такой график необходимо обнародовать заранее. И на период курортного сезона плановые работы свести к минимуму. Начальник Анапского участка ПАО «Кубанинерго» Максим Снимщиков сообщил, что предприятие ведет реконструкцию подстанции «Пионерская», которая значительно улучшит ситуацию с электроснабжением курорта. В данное время ситуация на сетях была осложнена очень жаркой погодой и перезагрузкой линий. Свои вопросы представителям предприятий задавали и координаторы ТОСов. Спектр был их довольно широк. От завышенных платежей за ОДН до находящихся в аварийном состоянии столбов электропор. Энергетики записали контактные телефоны общественников и обещали разобраться по каждому вопросу. В село Витязева приехали более ста юных инспекторов дорожного движения, которые стали победителями в своих городах. Здесь на базе пансионата «Глобус» проходит соревнование школьников из 25 муниципалитетов Кубани. Это краевой этап всероссийского проекта «Безопасное колесо». Изучение правил дорожного движения – это только малая часть заданий, которые ребятам предстоит выполнить за две недели пребывания в Анапе. По порядковым номерам будем заезжать под боем, то есть по мере освобождения площадки, и проходить все этапы. Сегодня ребятам предстоит пройти одно из самых сложных испытаний. Участники смены «Безопасное колесо» сдают экзамен по вождению велосипеда. Экзамены принимают действующие инспекторы ГИБДД. Задача ребят – пройти восемь испытаний. Езда по канавке, змейка, объезд препятствий и многое другое. Задание выполняется на время. Здесь важно не допускать ошибок. Экзаменаторы сразу начисляют штрафные баллы. Ева Плетнева приехала из Геленджика. Трассу прошла практически без ошибок. Ведь велосипед – это любимое транспортное средство. У нас учитель по физкультуре учил кататься. У меня тоже, когда был районный конкурс, у меня тоже ноль ошибок было. Ну, как бы хорошо проехала я. Профильная смена «Безопасное колесо» – это совместный проект ГИБДД и Министерства образования. Его главная задача – научить детей правилам дорожного движения, овладеть азами управления велосипедом и уметь оказывать первую медицинскую помощь. Все знания проверяются сотрудниками полиции, которые курируют этот проект. Вот это движение, оно не ограничивается только проведением конкурсов. Наши дети проводят большую работу со своими сверстниками. То есть они ходят и в младшие классы, и в детские сады с сотрудниками, проводят лекции, беседы, занятия, какие-то игровые мероприятия. Поэтому можно сказать, что они в полной мере помощники сотрудников госавтоинспекции. Потому что дети, они же друг друга слышат лучше, чем мы взрослые, их и они нас. Поэтому вот они являются таким, как проводником между нами и младшим поколением. Впереди у юных инспекторов дорожного движения еще несколько испытаний. Им предстоит пройти конкурс агитбригад, нарисовать стенгазету и показать домашнее задание. А на следующей неделе будут подведены итоги. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены ценными подарками и представят Кубань на всероссийских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения. 15 августа свой профессиональный праздник отмечают археологи всего мира. Музей Горгепия решил преподнести коллегам особый подарок. Сегодня открылась уникальная экспозиция с находкой, датируемой 4-3 веками до нашей эры. Сложенную из каменных блоков конструкцию обнаружили во время экспедиции Институт археологии РАН неподалеку от села Юровка. По предположениям археологов, она предназначалась для погребальных и поминальных обрядов или же служила площадкой для алтаря. Погребально-поминальное сооружение привезли на территорию Горгепии по предложению руководителя раскопок Ирины Рукавишниковой. Для этого конструкцию разобрали, пронумеровали каждый элемент. В археологическом заповеднике объект воссоздали по фотографиям и чертежам. Даже строительный раствор соответствует древним технологиям. Это смесь глины и песка. В преддверии своего профессионального праздника археологи подарили находку музею. День археолога – это еще один раз вспомнить нашу богатейшую историю, потому что Анапский археологический музей – это один из немногих музеев археологического профиля. На самом деле в этом году 40 лет отмечает заповедник Горгипия, то есть как заповедная система России 100 лет в этом году праздник, и 40 лет нашему заповеднику Горгипия. Поэтому, наверное, это замечательный подарок к этому празднику. И хотелось бы всех гостей, жителей города пригласить в наш музей, а сотрудникам музеев археологических и заповедников пожелать много новых находок, открытий и посетителей. Горгипия – единственный в России музей-раскоп под открытым небом. Посетители могут взглянуть не только на развалины античного города. В его стенах созданы постоянные экспозиции разнообразной тематики. Пару месяцев назад музей пополнился экспонатами с раскопок в районе Джемете. Во время экспедиции у села Юровка были найдены и мелкие предметы – керамическая посуда, стеклянные украшения, железные орудия труда. После завершения реставрации их передадут в Анапский археологический музей. Анапа – это один из древнейших городов на территории России. А если мы даже будем до городской периоды истории Анапы, то у нас очень богатая история. Самые древние находки, сделанные в окрестности Анапы, это средний и поздний каменный век. Остатки этих эпох следует изучать, изучают археологи. Наш музей тоже участвует в этом, музей сохраняет находки археологов, музей их пропагандирует. С точки зрения археологии, у Анапы будущее очень большое. С 27 по 28 августа музей Гаргипия будет участвовать в «Ночи кино». Жители и гости города-курорта смогут побывать на традиционные акции кино на крепости. На русских воротах будут демонстрировать исторические фильмы, а на территории музея проведут костюмированное шоу «Герои арены». Анапский дзюдоист Анатолий Шевченко завоевал третье место на чемпионате мира под дзюдо среди слепых и слабовидящих спортсменов. Бронзовый наград вручили за личное и командное первенство. Его противниками стали дзюдоисты из Германии и Англии. Сейчас мастер спорта вернулся в Анапу и готовится к новым состязаниям. Спарринг – неотъемлемая часть тренировки. Только так можно отработать движение и изучить тактику противника. Новый спортивный зал построили специально для занятий дзюдо и самбо. Анатолий Шевченко продолжил тренировки почти сразу после переезда. Говорят, борьба на чемпионате Европы была тяжелой. Все противники показали свои сильные стороны. Ну, это чемпионат Европы, естественно, это не первенство водокачки, так скажем. Туда отобраться было сложно изначально. Нужно было пройти ряд других соревнований. Ну и третье место, конечно, не первое, но, в принципе, неплохой результат. Это большие соревнования, чемпионат Европы. Показал себя он очень хорошо. Чуть-чуть не хватило, но это все домашняя работа. Да, доработаем. Впереди множество стартов еще. Кубки мира, чемпионат мира будет уже в следующем году. Думаю, все получится. Ежедневно, кроме воскресенья, у спортсменов две тренировки по два часа. Сейчас состав команды неполный. Кто-то уехал на сборы, другие только вернулись с соревнований. Но это, говорят тренеры, не повод расслабляться. У воспитанников четвертой спортивной школы график очень плотный. У нас в Анапе очень одаренные ребята. Солнце, море, все это только идет на пользу. Очень много способных, хороших ребят, которые могут достичь очень многого. Сейчас Анатолий готовится к международному турниру под дзюдо, который пройдет в Казахстане. Осенью ожидается Кубок мира в Узбекистане после чемпионата России. А от самого Анатолия Шевченко тренеры ждут новых побед. Дети и взрослые приняли участие в открытом краевом турнире по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», который уже традиционно проходит в Анапе. Данный вид спорта один из самых демократичных, при этом он не уступает зрелищности, а кое в чем даже превосходит классический баскетбол. Площадка с половиной стандартной баскетбольной, одно кольцо. Атаки чаще, динамики больше. Соревнования шли на девяти площадках по олимпийской системе. Правила смешанные. Например, после забитого мяча следует розыгрыш, как в классическом баскетболе, в то время как в стритболе игра продолжается. Таким образом, темп немного снижается ради массовости. Игры проходили в трех возрастных категориях. До 16 лет, от 17 до 18 и старше 19 лет. Соревновались 175 команд. Около 700 человек. Уровень интересный, потому что съезжаются команды со всего края. И не только с Краснодарского края. Вот сейчас заявились команды Казани, Ухты. То есть это такие серьезные баскетбольные регионы. Другие регионы присутствуют. Поэтому будет интересная игра и для участников из нашего края, и для наших гостей. Спортсмены из Ухты были заметны на площадках. На сборы в Анапу приехали около 50 спортсменов, как юных, так и взрослых. Тренеры решили, что участие в таком турнире будет полезным опытом. И выставили сразу несколько команд разного возраста. Среди гостей из Ухты – Александр. Он занимается баскетболом 5 из 17 лет. Начал, по примеру, старшего брата. Большие скорости, скорости, то, что ты растешь, ты борешься. Борьба, мне вот это нравится. Жарко, конечно, не особо так привыкли к жаре. Не как на севере, а так нормально. В итоге взрослая команда ухтинцев завоевала третье место. По два призовых места у команд из Казани, Сочи, Новороссийска, Абинского и Новопокровского районов. Юноши и девушки из Анапы взяли по серебру. В городе-курорте, помимо спортивных залов, десятки уличных площадок, где можно заниматься уличным баскетболом. Сегодня это не только полезно, но и актуально. Этим летом данный вид спорта включили в программу Олимпийских игр 2020 года. На четверть больше участников заявились в этом году на открытый турнир по пляжному волейболу, который прошел в городе-курорте. Игроки с достаточно высоким рейтингом уже включают его в расписание. При этом турнир остается массовым и набирает популярность как среди гостей, так и жителей города-курорта. Эта пара площадок в районе центрального пляжа почти никогда не пустует, что говорит о популярности пляжного волейбола в Анапе. По другую сторону реки Анапка – площадки, на которых проходит ежегодный открытый турнир. В нем принимают участие дети, юноши и девушки, мужчины и женщины. Соревнуются ветераны, профессионалы и любители с высоким рейтингом. Заявились около 90 участников, на 20 больше, чем в прошлом году. Наш турнир приобретает популярность. Мы открыто его рекламируем в интернете. А так, в принципе, здесь те отдыхающие, которые знают про наш турнир, они как бы живут здесь в Анапе по три месяца. Санкт-Петербург, Москва, Димитров в этом году у нас расширилось. Екатерина из Москвы приезжает на турнир каждый год с мужем. Он работает тренером. Мы уже много лет ездим, конечно, всю жизнь на ветеранских площадках здесь играем. Люди замечательные. Песок просто прекрасный. Наталья Алексеевна молодец, большая. То есть прекрасные турниры проводят, замечательно, отлично так тренируют детей. Ну, нам очень нравится. То есть вот и ребята, и компания, и песок. Вместе с тем турнир остается массово. Больше всего участников – простые жители, увлеченные волейболом. Здесь каждый может попробовать себя, а также, если не помериться силами, то вживую посмотреть на игру более опытных спортсменов. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 16 августа в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днём до плюс 31 градуса. Ночью прохладнее – 24 выше ноля. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 27 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4 24 19.